Да, по всей видимости мы с тобой увидим сейчас сплит базы B. Два игрока уже подходят к коннектору и три игрока будут отыгрывать с мейна под флешки от AlexiB. Смок в КТ уже полетел, это Смок Темпл. Молотов на Рейна. Здесь Ника должен погибать, но посмотрим, что будет дальше. Джиэль убивает Ника, есть фраг от имы. Также падает Джиэль. Вандерфул! Хороший размен пока что в пользу команды Na'Vi. G2 в меньшинстве будут отыгрывать данную ситуацию, ну и нужно пытаться сделать какие-либо фраги. Да, надо делать что-то в команде G2. Есть еще опция уйти на сейв, сохранить эти два армора, докупить, знаешь, на халяву там шлем. Либо, если найдешь килл, купить условный фамос, но все-таки пытаются и G2 выйти на это сложнейшее выбивание. В двукратном меньшинстве падает один, падает второй. Легкая пистолетка для команды Na'Vi в атаке. И очень-очень важная, согласись. В арсенале игроков защиты. Есть игл и поражатель центра карты под флешечку. Вроде бы удачная, но здесь Алекси Би отыгрывает уже Паника. Также здесь Хукси должны добирать. И пока что G2 в меньшинстве. А плента уже ставится. Next, есть хороший фраг. Размен также не заставляет себя долго ждать. Ну и остается один Моноси. Последний. Один в четыре ситуации. Несмотря на то, что два игрока атаки красные. В целом можно попробовать засейвить какой-нибудь девайс, подобрать его, найти какие-либо фраги. Возможно, даже найдет килл, если Na'Vi будут неаккуратно в этой позиции действовать. Но если выйдут как-то вместе. Контакт, Илья, шоты бита. Далее отходят назад. Конечно, ни каблак рейси в миде. То есть ребята вообще оппонентов не боятся. А стоило бы! Вандерфул плюс Алекси Би разбираются с звеном в центре. Ну и теперь надо этим кулачком вчетвером выходить на один из плентов. Сейчас перекроют перетяжку Смита. Залетит сюда Молик. Будут сфлить и тей сайд, где у Моноси огромные трудности. Немобильный девайс. Тут еще и перетяжку убивает Хукси. Находит важнейший минус. Но Илья его здесь закрывает с двух сторон, а между двух огней. Выжить в такой истории явно не получится. Да, Хукси последний. Один в три ситуации. Есть шансы потащить такой важный гваж для своего коллектива. А вот, возможно, первый фраг мог быть за ним. Но не тут-то было. Вандерфул выживает. Но здесь Джейль будет прикрывать. Действует на контакте. У него отличная позиция. Хороший фрой спайер. И Джейль ставит точку в этом раунде. 4-0 за команды Нави. Нави постепенно пробивает айсайд. Занимает мэйн. Здесь пистолет плюс Пэшка. Но пока полупозиции. Ух ты. Погибнет точно. Некстус сумел дать размину. На прикрытии был еще и Джейль. Внезапно тут и Моноси оказывается. Четкий хедшот по Джейлю. И опять он один. Нужна хелпас со стороны Ника в миде. Тот пока затаился в смоку. И кажется, Нави не спешат. Посмотри, неужели будет ротация на Б. Или через паузу выйдут? Слушай, пока непонятно. Но ясно одно, что Моноси уже раскрутился на второй фраг. И Мо здесь успел разменять своего товарища по команде. И посмотри, Апэнта пустой. Может Вандафу успокоен выйти на эту точку. Ника также падает от рук Эмма. И Хантер остается последним игроком защиты. Он пока не понимает, видимо, куда пойдет вектор атаки. Апэнта уже поставлен по точке А. И здесь как будто есть возможность засейвить какой-нибудь девайс в центре карты. Здесь отличная будет от него попытка найти энтри. Ну, довольно тяжело. Обычно это твой читай. Прилетает цвета шумовые. Фридшот. Не залетел от Ильи, но он не боится. Выходит на репик и все-таки находит этот топон. Второй оружейный подряд. Жду в большинстве. Сейчас главное не отдавать какие-то глупые смерти. Но вроде как смог вовремя откинули под А-сайт. Там загрессировать оппоненту не дали. Еще и поражали Б-бананта. Посмотри, у Жду. И большинство численное, и куча информации. Да, все так и есть. Хотя временем Има падает от рук Хукси. И, возможно, нужно зацепиться за этот раунд. 5-3 ситуация. Бит. 5% здоровья. Алексей Би пока в соло отыгрывает в центре карты. И здесь должен находить его Ника. Но пока что Алексей Би сильнее. Некса пытается разменять своего товарища по команде. Немножко сенсор балону. Ничего страшного. Алексей Би пал. Ну и вот Бит остается с Вандерфулом. При этом они свичнили с девайсами. Понимает Вандерфул, что ему выгоднее отыграть с автоматом Калашникова. Ну и посмотри, Бит будет отыгрывать на центре со снайперской винтовкой. И, возможно, сейчас будет дуэль бывших двух тиммейтов. Моноси падает от рук Бита. И пока что есть те шансы на взятие раунда у команды Нави. Так, Анекс у нас на 9. Придется раздаваться на 2 позиции. Получается сделать это с Вандерфулом. Знает, где Бит находится. Его перестрелять не проблема. Пока непонятно. Нави отжали Алоби. И собираются в миде. Но здесь Илья. Нащупал Вандерфул. И так. Какой шикарный врыв. Типа осколочная полетела Име. Погибает. 2 кила от Моноси. 2 фрага от Ника. И внезапно Нави все рассыпались. В живых только Бит. Да, Бит последний. Они в 5 ситуаций. Как будто очень сложно потащить. Нужно будет пытаться делать какие-то экзит фраги. Ника. Отличная наводка от него. И ставит точку в этом раунде. И не пойдут за колонны. Некса хочет сыграть в упоре. За Смоком. Ника рядышком. Очень опасные поинты. Но они рабочие вполне. Некса врубает троих. 4 кила. 2 из них будучи в блайнде сделал мидколер команды Чи-Ту. Выживает только. Есть, но она не самая лучшая. Как будто лучше закрепиться. Или пойдут Вандерфул. Есть фраг по Хуксе. Убегает он просто в сторону Т-базы. Пытается засеять свой трофейный снайперский девайс. Моноси против Вандерфуа. Ой-ой-ой. Изи, изи для Ли. Как же вовремя он стянулся. Ты заметил? Как же вовремя Илья стянулся. Слушай, а я и ни раунда не видел, чтобы Моноси стоял. И на него не выходили оппоненты. Выходит тем временем Ухсен на банан. Уничтожает Алекси. Муисима здесь справится. Получится или нет. При помощи Хантера уничтожают они и его. Бит остается в соло. И кажется, Джетту берут еще один раунд с минимальными потерями. Если они вообще будут. Да, вот здесь и Моноси находит также. Здесь, видимо, Илья будет выходить первым номером. Флешка. Погоди, тут выход. Его вообще не читают. Илья, это дабл-хилл. Ну ладно. Вандерфуа своровал одно убийство. Алекси Би нашел фраг на другой части карты. И вот уже ответчик от команды Нави. Видимо, Булейд нашифровал. Как раз вот эти контрмеры против поджима банана. Они сработали. Ну и Джетту в меньшинстве тотальном. 2 в 5. Нужно, наверное, угадывать. Угадывает Некста по стрельбе. Шикарно. И минус бит. Пал еще и Джей Эль. Отзонит игрока в миде. Но Илья к нему не спешит перетягиваться. Да, Некста показывает пока просто сумасшедшую игру. Лютый перформанс. Ну и как будто бы вот Хантеру немножечко, знаешь, не хватает каких-то моментов включения в этой игре. Но я думаю, что шанс в любом случае выпадет. Ну и Моноси последний. Один в третьей ситуации. Вандерфулу 47% здоровья. И по всей видимости, Пэн пойдет в сторону точки А. Ну, он и себя попытается какие-то киллы нащупать до установки бомбы. Возможно, прочувствует игрока Смида. И Мэ... Нет, не считается. Легкое убийство для него. Когда камбэчили G2. Ватарки, потому что есть проблема небольшой навив. И Моноси, ну тут Вандерфул. Включается в режиме реального времени. Вырубает двух оппонентов. И Хантер остается в соло. Против него четверка визави. Полетит огромное количество ютилити. Или нет? Летят лишь пули от Джей Эль. Но этого уже достаточно. Двукратное преимущество для рожденных побеждать. Закрепились они на сайте. И очередное тяжелейшее выбивание. Мы с тобой что-то подобное на пистолетке видели. Да, Вандерфул здесь очень жестко раскрутился своим снайперским девайсом. Нашел сразу два фрага. Вскрыл, можно сказать, в соло точку Б. Ну и посмотрим на ретейк. 2 в 4. Очень сложно что-либо здесь предпринять. Есть небольшое количество гранат. Но как будто этого будет недостаточно. Хотя Ника есть враг по Джей Эль. Алекси Би находится за столбом. Есть также игрок в коннекторе. И Вандерфул, который будет доигрывать ситуацию с Мэйна. Со своей снайперской бинтовкой. Так, Алекси Би. Есть враг по Некса. Ну и Вандерфул ставит точку в этом раунде. Трипл-кило до ударования команды нами. Был довольно грустный плей-офф. Ну ладно, чуть позже. Разобью эту мысль. Пока у нас Мороси пробивает ИМ. Выходит на базу Б. Ну и здесь Джей Эль только может как-то изменить исход этого раунда. Нужны хэдшоты. Алекси Би в миде, кстати, включается. Джей Эль. Еще один хэд. Бокоподобная стрельба топорника Б плент А. Но Джету все еще имеет шансы выйти на Ай-сайт. Поставить бомбу. И в атаке зачастую этого бывает достаточно. Да, у Ника есть информация по своему оппоненту. Он ждет здесь Джей Эля. Будет действовать до конца. Прочитывает эту ситуацию. Есть враг от Ника. И здесь Хантеру нужно пожить. Нужно пожить! Вандерфу пересредили у Хантера в пленте. Последний Ника остается на камере. И Вандерфу также убивает его. И плент, хоть и поставлен, но будет разминирован. Он здесь просто находился на контроле точки А. И здесь вот Пухси выигрывает дуэль против ИМ и в коннекторе. Есть также, возможно, фраг. Но нет, Алексей Би на разменчике действует. И вектор атаки двигается в сторону точки Б. Алексей Би половинчатый. С фармилкой уже заспотали Вандерфу за плентом. И Смог уже в КТ полетел. Моноси отворачивается от флешек. Дуэль выигрывает Хукси. И отличная работа от него. И будет заходить в спину своим оппонентам. Моноси также откидывает Моноси. Посмотри на этот хит-шот по киту. Показал, кто здесь жесткий аэмер. Веточка, погоди, от Вандерфула. Есть еще два игрока у команды Na'Vi. Но зайти на этот ретейк будет просто тяжело. Ну илья один из немногих, кто вот оставил свой плейстайл. Агрессивный, несмотря на переход на новую версию Na'Vi. Агрессия через коннектор. Просочился игрок. На воде забрал Ванки Хукси. Ну и тот самый Вандерфул. Посмотрим, насколько в статике он здесь отработает. Расправляется с Ника. Бит холкует ему здесь. Ну и Вандерфулу закидывает Молик. Но, кстати, он не горит. Но все равно откинул смок. Летит туда осколочный игрок с пистолетом. Вандерфул сжег до конца. Моноси доходит еще и спину. И внезапно G2 выбирается из очень тяжелой ситуации для себя. Но по последнему... Ну и здесь калаш. Все-таки от имя могут взлететь бешеные хит-шоты. Но такая позиция от Next. Ты посмотри. Здесь легко довольно попасть. Сложно умереть. 8-9 G2. Распикивает Банан. Но там Молик. Который ему ничуть не мешается. Эта шумовая полетела. И мы, будучи в блайнде, нашил Хукси. По ногам чисто. Этого дэмэджа хватило. Для того, чтобы найти Энтри. И оставить свою команду в большинстве. Но далее. Шикарная хаешка от Хантера. У которого, кстати, была статистическая. Будет ситуация. Случится ли это? Next. Подловил Вандерфулу. Дал импу по снайперу команды Na'Vi. Тот пытался репикнуть. Вышел в Молик. Прямиком на спрей. Next. А теперь бин. Важнейший дуэль. Справляется он с Next. А подключается еще и Джиэль, кстати, на периферии. И внезапно большинство для рожденных побеждает. Джито остается вдвоем. Это двойка в коне. Бешеные два брата. Гантер. Здесь уничтожает беда. Есть информация по Джиэлю. Два кила в его исполнении. Вот тот самый игрок слоутаба. И Алексей Би, последние киты имеются. Надо как-то перестрелять Ника. Задергать эту бомбу. Что пока не пикает вдвоем. Ника выходит первым номером. Алексей дергает дальше. Здесь Хаешка. Под ее разве пикает Кантер? И все-таки погибает. Да, слушай, возможно, мог еще подтаймить бомбу. Слышал, как он стрелял. Мог отойти назад. Но Алексей Би. Безумно важный клатч. Им откидывает Хаешку. Неплохой демедж. Ну и вектор атаки двигается по точку Б. Им доходит сразу Ника. Заспрейл в смок. Хорошее попадание от него. Флешечку на рим. Залетает. Им еще одного. Да ладно. Но по Хукси уже не довелся немного. Какой же близкий момент был. Им. Свершил целое чудо. Будучи в соло, наказал двоих. Выиграл много времени для своего коллектива. Но важнейшая перестрелка будет на банане. Ее выигрывает Хукси. Очередной капитанский килл. И далее ретейк уже в сложной ситуации для команды Нави без гранат. Как выбить все эти поинты непонятно. Лишь своим давлением. Дабл пик по Моносе. Размен имеется от Некси. Вандерсул СВП. Не самый мобильный девайс. Остается вдвоем. Выбирают. Навик и бит. С этого весла наказывает таких Хукси. Одиннадцатый для рожденных побеждать. У Моносе также снайперская винтовка. Мы пока дефолт мы наблюдаем. А здесь Илья. Отличный. Еще одного. Что ты делаешь? Моносе. Что за фрикшот? Кстати, за колонной. Спускается в сайт. Ну и что? Может какие-нибудь шашлухи? Первый есть. Переводка на второго. Его давят с двух сторон. Фрикшот залетает от Вандерфула. И далее он сам взлетает на воздух. Да, вот это раунд. Пока он еще не завершен. Есть шанс у Na'Vi попробовать все-таки затащить этот раунд. Но как будто проблемы по экономической составляющей дают о себе знать. И команда Na'Vi отправляется на сейф. Поэтому все заслужено. Ну и у Na'Vi последние деньги. Что? Что это происходит? Какой это уже энтри килл от Моносе? Я не понимаю. Со счета действительно сбился. Хотя с математикой вроде все окей. Бит, кстати. Поджимает вместе с Вандерфуллом. Понимает команда Na'Vi, что будет выход на АП. И находит все-таки Нексу. Баритет пока по живой силе. Нужна срочно халпа има или нет? Ему помощь не требуется. Он сам справляется с Хукси. Ну и далее все читается для Na'Vi. Они понимают, на воде никого нет. Все оппоненты из G2 находятся чисто на Б-банане. И надо пресечь этот выход с одного направления. Но тем временем Моносе распекивают плэнт. Мажет. Джель есть прах от него. Также падает и маска Рукатра. Есть прах от Джель. Есть третий. Мид пройден у команды G2. И они готовы. Есть платстарм для выхода под базу. Б-ника лопит затылок бита. Понимает, что должен быть где-то второй игрок. Нет его на девяти. Знаешь, что он где-то в сайте, а вот и Джель. Пока что не умер. Кстати, но Моносе переговорил его. Большинство для G2 полностью точкой находится под контролем. Ну и Хантер пойдет. Проверит ли, проверит ли. Должен ожидать здесь Хантера. Есть враг от Алекси Би. Отличная работа. Засейвит автомат Калактикова. Здесь Илья Моносе попадает в спину своему сопернику. Нави играют здесь вдвоем. Алекси Би упорная позиция за смартфон. В любом случае в рыве, кстати, поинт может оказаться очень успешным. Они проходят. И никто не чекает. Алекси Би. И Алекси находит одну спину. И второго, к сожалению, не добирает. Есть килл еще от Кукси. В данном случае капитан G2 сыграл более интересно. И кажется, G2 сравняются по счету. И мы увидим с тобой овертаймы в этом полуфинале. Вандерфул. 1-4. Ну, как будто такое затащить это что-то на невероятном. Если честно, есть и Моносе, который контролирует темпу. Есть и Хантер, и Ника. Игрок в коннекторе. Ну, такое взять прям, ну, крайне невероятно сложно. Или вообще невозможно. Вандерфул спалил свое местоположение. Хаешка уже в ответ полетела. Моносе немножко решил подставиться. Но понимает, что это, в принципе, не сильно как-то повлияет на исход раунда. Вандерфул в гордом одиночестве падает от рук Рика. И вот тебе серия дополнительных раундов. Посмотрим, оправдается ли этот коэффициент. Потому что Некса пикает под свет и шумовую. Но Бит уже успел выйти из блайнда и наказать Некса. Мочинство для Неме. Будет ли открываться? Идит ему Хаешка. Да, открытие. Но все, его заспотали. И Некса мгновенно наказывает рифлера команды Нави. Далее Моносе все вжидает этого игрока на перетяжке. Никто не выходит, а не к себе. Затесался в смокину Хукси. Наказал его очередная капитанская дуэль. Для кэпа команды G2. Есть домовая завеса на позицию клубы. И кажется, можно спокойно ставить бомбу. Да, но посмотри, есть люркер на банане. Это будет у нас Бит. Моносе проверит ли до конца эту позицию или нет. Возможно, сейчас все поменяется. В одной части Хукси ставит флэт. Его прикрывает Ника. Здесь Моносе сразу не ожидал увидеть Бита на такой позиции. Плав-2 ситуация. Очень важно для обеих коллективов потащить ее. Ника отыгрывает Стэмпла. Хороший тайминг может для себя здесь поймать. Хаешка смог полетел. Ника или Бит? Бит выигрывает долю Ника. Хукси последняя и падает от рук Вандерфул. Это 13-12 для команды Нави. Очень своевременный. При этом могут зайти сразу в спину Хукси, которая этого явно может не ожидать. Им откидывает Хаешку в мейн. Алексей Би будет, видимо, под флешку врываться в мейн. Моносе законтролировал этот прыг. Может, еще второго нашьет, но нет. Иммэ нашивает Моносе. Сразу Джиэль просто со спины залетает. Здесь он увидел уже Ника. И пока что Хантер с Некса. А ты посмотри, где Некса. Он-то вообще далеко от тиммейта. И здесь Хантер. Он может просто потерять бомбу, но нет. Он будет ее останавливать. Все-таки его тиммейт сумел перетянуться. Его тут же щелкнули Хантер. Ситуация один против троих. Доказывает Иммэй промах от Вандерфул. Но Джиэль строкует своего снайпера. Два раунда берут НАТУ с Винцера за сторону защиты. Моносе есть снайперская винтовка. Есть раскидка. Так что все возможно. А здесь посмотри, что делает бит. Просто в нагу залетает. Моносе убивает его. Джиэль на разменчике действует. Будут ли гранаты? Либо Илья будет действовать на контакт. Да, будет у нас снайперская дуэль. В пользу для Вандерфул. И Смока играет ему также на руку. Позволяет эта домовая завеса отойти назад. Вандерфул меняет позицию. Теперь он за колонной. Тиммейт-то поблизости, который тоже может гранат накидать. Ты посмотри, у Алекси Би все еще есть зажигательная. Да, ты абсолютно прав. И пока что оставляет все равно в гордом одиночестве Вандерфул по точке А. Со снайперской винтовкой. Есть у него игрок на ротации. Это Алекси Би. Есть у него флешка в руке. И по всей видимости вектор атаки пойдет именно на эту базу. Так. Можно как-то его выбить. Там Смок полетел на 9. Вандерфул щелкает Хукси. Не смог разменяться здесь никак. Некса Вандерфул репикает. Еще один килл. Далее он взлетает на воздух. И Хантер остается один против троих, как и в предыдущем раунде. Но ситуация еще тяжелее. 15-12. Нави. Три раунда с ЗКТ на первой половине овертаймов. А пройти как-то Ника плюс Монеси. А тут такая пикантная позиция. Это шумовая Ника реакция. Уворачивается от флешки и коснит дух оппонентов. Далее Некса понимает, что сплита из Тайта должно быть звено в миде. Наказывает здесь Вандерфула. И по идее этого достаточно. Джейли последний. Все. Монеси его уже не простит. Я тебе сказал, что Нави достаточно один раунд угадать в атаке. И все. Они победили. Но пока угадывают Житу. Не собирается заканчиваться. Есть опять агрессия. В мэйне бит Каптрит. И вот здесь ревил Смока. Выходит он наказывает Фукси. Собрал инфующие по Некса, кстати. Очень крутой Монеси. Правую часть центра. Некса, кстати. Очень крутая зажигательная. Вбегает Пит. Он еще и с бомбой. Он еще и пачку спалил для Джиту. Это очень много информации. Сейчас Ника просто стянется через КТ Респ. И на Айсайте уже два оппонента. И Нави как будто не хочется заходить в этот мейн. Придется разворачиваться. А на дворе это уже 40 секунда. Да, но есть Монеси, который контролирует сейчас точку Б. И посмотри, он оставляет его одного. Хантер стягивается. Монеси или Вандерфул. Не самый лучший тайминг для Ильи. Еще и свитч. Посмотри, 28 секунд времени. Илья, все в твоих руках. Нужно делать историю. Прямо сейчас, прямо здесь. Хантер стягивается. 20 секунд до конца времени. Вектор атаки уже надвигается по точку Б. У них очень мало времени. И посмотри, смог полетел в темпл. Есть враг от Монеси по Джиэлю. Залетает Молотов на хэдшот. Вандерфул. Тут Джиэль. Джиэль-то не горит. Вандерфул. Казни ты его. Выживает на 19 хп снайпер команды. Натус Винцеры. Бомбу установили. Вандерфул. Еще от осколочной не умер. Как будто в рубашке растился. Еще один килл. Вандерфул. Трипл килл в этом раунде. Некса последняя и тяжелейшая ситуация. Как выйти на выбивание этой бомбы вообще непонятно. Здесь от снайпера шикарный поинт. И тиммейты должны выйти на размен. Некса, конечно, пытается сыграть как-то подразвей. Но время тает. Таймер все меньше и меньше. Некса, пока килл не находит вандерфул бита. И с ним справиться должно быть легко. Но им острокует своего тиммейта. 16-13. И рожденные побеждать. Все-таки выигрывают пик своего оппонента. Но Симпл спустился с небес. Пришел поддержать команду Na'Vi. Именно сейчас, после такого выхода, они должны показать шикарную пистолетку. Да, покажут шикарную пистолетку игроки команды G2. Сейчас узнаем. Моноси есть фраг по имам. Второй фидшот жестко вешает Илья Моноси. Есть, подожди, раз. Серия разменов от бита. Также к красному ходит Хукс из девятки. И посмотри, два игрока защиты поджимают. Тем временем Сикрит. Есть Хантер, который стоит сейчас в будке. Ее, возможно, здесь будут ловить Джиэля. Который также отыгрывает люркером на этой точке. Тут же то, да, вроде бы 4-3. Но сколько информации они собирают? Хантер попадает таки в голову Джиэлю. И Na'Vi остается в меньшинстве. Очень хочется поставить бомбу. Да, мы с тобой видели на примере карты Анубис. На примере сегодняшнего первого матча, что пистолетку ты иногда можешь в атаке слить. Но если поставил бомбу, этого уже достаточно. И попытаются Na'Vi сделать это в направлении A-сайта. Но здесь Nexa выходит в спину. Видит бита. Не спешит Саима. Валера еще и развернулся. Но Nexa все равно приговорил его с одной пули. Последний Вандерфол. Здесь будет очень тяжело как-то свой пид-ту-фикти раскрутить. Да, все так и есть. Но у него есть армор. Постарается он это сделать. Но Nexa все-таки ставит точку в этом раунде. Ну и пока 1-0 за командой G2. Ну и сейчас, по всей видимости, Nexa. Здесь будет герой, возможно, этого раунда. Отыгрывает он в упоре на рампе. Куда сейчас и двинутся игроки команды Na'Vi. Беспайпки не решили выйти. Че-эль. Падает от рук Nexa. Также здесь Моноси на разменчике отыгрывает вместе с Хантером. Ну и ребята с потерями. Но заканчивают этот раунд в свою копилку. Ну и первый девайсный от команды Na'Vi. Закупают они Галил. У остальных автомата Калашникова. Контроль от лобби. И не зря здесь JL занимал такой пассивный поинт. Понимал, что G2 могут сегрессировать. Подловил на пуше Хукси. Но вот Nexa сумел дать размен. Слушай, что-то подобное делали игроки команды Spirit. Когда они играли против фейзов на карте Днюк. То же самое. Выбивание нуля через рампу. Через будку. И тем временем Эйма уже мутится здесь на аутсайде. Прошел он в гараж. Возможно, услышал Лью Моноси. И будет заходить в спину. А здесь посмотрим. Подожди, Nexa. Ой-ой-ой, какая грязь. Убивает Моноси в ухо. А там есть Nexa, который прячется здесь за лестницей. Неплохая позиция от него. И открывается дымовой завесой. И у рожденных побеждать все меньше и меньше времени для установки плентаби. И отключается на улице. Нивелирует позицию Nexa. И Алексибер расправляется с Хантером. Ну все, Ника последний. Он свое дело сделал. Инфу собрал. А дальше, я думаю, что такой клачин не вывезет. Има пробутился. Нашел фраг. Здесь немножко G2 пошат. Ну если здесь посмотришь, что Алексибер делает, просто вылетает до конца по точку А. Находит 2-3 фрага для своего коллектива. Еще и Бит убивает Ника. Плент также уже, по всей видимости, будет находиться у Вандерфу, который движется в сторону точки Б. Пока я вижу лишь один плюс у команды G2. Это был экономический от одного девайса, который, возможно, удастся сохранить. Но Na'Vi огромные. Молодцы. Скорее всего, понимали, что G2 сейчас перезакупаются. Закупаются либо на последние деньги, либо делают ЭКО. Не будет, да, вот эти гранат. Там Молика в под ноги. У Ника из-под смока. И здесь пока Na'Vi на аутсайд выходить не спешат. Откидывают Молик. Летит еще одна граната в Молисе. В Блайнде сделал шашлык. Какой хайлайд. Это дело Вандерфул, кстати. И ловит неприятные для себя тайминги. И да, с гранатой в руках. Наказывает его Хукси. Двукратное преимущество от команды G2. И у Na'Vi развилка. То ли идти под Б вниз. То ли пытаться залезть на девятку. То ли обойти через рампу как-то. Нет, у G2 все в порядке. Они отдали аутсайд. Понимают, что мы выбьем ноль. И при этом будем готовы встречать игроков с мейна, игроков с девятки. Есть также игрок защиты, который находится под точкой Б. Некса, который занимает вроде неплохую позицию. И возможно сейчас мы увидим дуэль против Бита. Нет! Некса не пристреливает здесь Валеру. Валера будет действовать под точкой Б до конца, где есть Ника. На своей фишечной позиции, с которой он очень жестко нам показывал свою стрельбу. И этот раунд также не является исключением. Два фрага от Ника. Хорошее убивание нуля. И, конечно, даблкил от Моноси. Это что-то с чем-то. Пока что G2 выходит вперед. Бит уже на мейне находится. И будет здесь контролировать поджим мейна. Посмотри, хороший хэдшот от Ника. Здесь уже просто Фукси пропускает. Здесь игрока в мейн. Им также убивает Ника с разворота. Три в три ситуация. Но на точке А имеется. Игрок это Хантер, который стянулся через вентиляцию. Занял отличный поинт против Вандерфула. Вандерфул выходит на контроле. Но все равно Хантер контрит его. Далее Света Шамалая в мейн. Ну и Хантер может спуститься под Б. При необходимости. Либо отойти под А. Заложенный вент. Позицию, которую тоже довольно тяжело. Выходя с мейна выбивать. Нави затихли. Ждут агрессия от оппонентов. Пока никто из команды G2 не высовывается. И Мэн на контакт. Проходит через сотку. И здесь Хантер в той самой позиции, которая работает. Отличное позиционирование. Первый раз шикарно угадал. Встал. Сейчас тоже удивил Име. Алексиби последний. В клатче один против троих. Здесь все в руках Некса. И насколько быстро стянется Моноси на рампу. А вот флешка уже полетела. Моноси на всех парах здесь движется по точке Б на рампу. Есть два фрага от игроков защиты. Ну и как будто бы с Алексиби надо выигрывать дуэль. Но Алексиби здесь был сильнее. Был он здесь, кстати, с бомбой. Очень сильно рисковал. Пока что игроки команды Нави находятся в меньшинстве. Ну смотри, тут Джейл контролит лобби. Это пока не так важно. Важно, как сыграет Ника. Потому что если убьют его, по-моему, будет установлена Ника. Так, увольняет Алексиби. Есть там сплетущее звено в лице Име. Но он не успеет банально прийти, забрать бомбу. Здесь очень много коварных позиций. Фукси в спине у Джейля. Может быть, у того получится тайминги словить. Но, да, все-таки Джейля здесь убьют. А вот Име. Как выбить эту позицию от Ника, где он играет тысячу лет? Получается, да ладно. Заберет теперь бомбу и поставить бы ее, заработать топ-деньги. Да, 3 в 1 ситуация. Пент, скорее всего, будет поставлен. Фукси уже стремится. Точку Б. Но все-таки ставит этот раунд своим киллом. Смог выкатывается. Но Моноси здесь должен уже находить фраг. Есть фраг по Джейлю. Там возможно второй подставится. Пока мисс-шот. Но с второй попытки еще ютно сдает Моноси. 4 килла даже в этом раунде подарил нам улыбку. Сделал эйс. Был классный хайлайт. Ну а сейчас классный поджим. По Джейлю. Есть вырубание первого Моноси. Мисс-шот. Это было неприятно. Но Илья хотя бы сумел убежать из этой опасной передряги. А Нави тем временем пока... И плохие ловят для себя. И есть все шансы здесь принять игроков атаки выходящих в скором времени. А есть фраг Фаимы. Очень своевременная перетяжка от Ильи. А пойдет ли дальше? Нави могут развернуться. Там видишь убили Ника. Каждый степца залезть через винты. Но для этого надо пройти Хукси. Его уничтожает Джей Эль. Хантер смещается через 9. На этой балке очень опасно против толпы оппонентов. Моноси последний. Да, Нави вроде бы напоролись опять на Моноси. Который ставил идеальный тайминг. Но вовремя развернулись. Развернулись Илья. Что творит Фазум? Один в два остается. И Алекси Би все-таки приговорил его. А вот Моноси с защитой наоборот может просматривать лобби. Опытка взлететь в мейн. Какие тайминги. Но Ника спасает свою команду. Моноси на развороте шуты Джей Эля. Понимают они, что в лобби точно никого нет. Остается только звено на улице. Здесь Вандерфул находит размен на парус Алекси Би. Зачищают они аутсайд. И найти бы еще Нексу как-то. Либо стянуться им. В скором времени. Итак, Хукси или Алекси Би? Хукси сильнее. Да, Ивандерфул уже ничего здесь не сделает. Бомба, к сожалению, потеряна. Рисковое было решение от двойки команды Нави. Пойти порознь они вместе. В этой позиции. Итак, Некса. Ой-ой-ой, что за спрей? Не пошло немножко до конца. Алекси Би здесь на развенчике был. Илья Моноси мажется снайперской винтовкой. И пока что БПН под контролем команды Нави. Ивандерфул. Кантера видели? А скорее всего нет. Выбивай бомбу. Время немного, конечно. Но как эту пачку теперь поднимать? Вандерфул попадает, но нелетально по молодости. Зажигательная граната. И опять не дают поставить эту чертову пачку. И Яма решение сместиться. И возможно убежать винты. Но тут уже его ожидает Ника. Восьмой раунд для команды G2. Полноценная закупка. Но у Вандерфул галил. Не будет снайперской винтовки. Алекси Би просто вылетает из Доморози. Фукси был готов к этому наглому поступку. Нравится Джиэль пролезть винтовый. А тут это сделать у Нави. Даже в меньшинстве получается опция. Кстати, нет. Все-таки не пролез, да, Джиэля. Наказал Ника с нижней точки. Большинклассная позиция. Можно перестреливать будку на Изи. Вдвоем. Можно как-то спрятать позицию. Так. Некса убивает бита. Выход со Сквика. Ну, это дает определенные какие-то опции. Но и не выйти жилого Фукси. В присядке одного и второго. Также щелкает датский капитан. 9-4 его статистика. И он выводит свою команду вперед. Очередной раунд для G2. Разбивается Сквик. И это фастбуд. Ой, вернее фастрампа, кстати говоря. Проходит здесь бита. Валерий нашел только один минус. И побегут ли Нави до конца. Либо развернутся. Да, они хотят выбить позицию под девяткой. Проходит еще и в G2. Творят просто чудеса. В этой позиции только Джиэль. Может что-то поменять со своими дуалами. Да, Джиэль. Хорошая позиция. Его до конца здесь не дочекали. Никто не стал идти в акву. Есть кушет по Мико. Очень жесткая стрельба. Звал берется на такую дистанцию. И пока G2 не могут поставить плэнт нормально. Есть возможность у Некса. Его должны здесь прикрывать. Плэнт поставлен. Итак, Джиэль почти перестрелял своего товарища. Вандерфу помогает ему. 2 в 3 ситуация для команды G2. Да, Моноси спинит. Если Фукси выиграть время, Моноси может там пощелкать спины. Его не ждут здесь, Илья, пока не попадает. Дабл пик против снайпера команды G2 и Фукси. 1-3. Какие прострелы бешеные. Ну, его режет Джиэль. И приносит победу в пистолетном раунде для команды Na'Vi. G2. Здесь на самом деле Вандерфул соберет много инфы. Откинет хаешку на ревил. Будет прошив. А Алекси-то вообще никто не читает. Две головы. В его исполнении осколочная граната сверху. И больно уже становится самому Фукси. Но Моноси находят... ...такому поджиму, но не контролирует поджим Хат. И есть фраг по име. А вот можно и второго проверить. Здесь подставляется Джиэль. И Мэкса не смог представлять своего оппонента. В меньшинстве находятся игроки команды G2. Моноси с Галиевым. Фукси в том числе с таким же девайсом пойдут под базу B. Есть при этом флешка. Есть смог на бомбу для того, чтобы ее поставить. А это самое главное. Все-таки можно и этот раунд отдать и перезакупиться в следующем. Пока под B я не вижу упорных позиций от команды Na'Vi. Но я знаю, что упорным будет работать игрок с вилки. Который, кстати, отошел немного. Это дает очень много спейса для Фукси. Бомба установлена. И предстоит ретейкать данную ситуацию команде Na'Vi. Китов я пока у них не вижу. И вижу позицию от Фукси. Разрывается он на два поинта сразу. За это был наказан. Далее Моноси не вывозит перестрелку против двоих. Na'Vi собирает пятый раунд. Но бомба опять стояла. И возможно мы увидим очередной форсбай. Буст. Но Алексиби уверенно отыгрывает аутсайди. Но при этом на свече его ловит Ника. Что за тайминг? Вандерфул нашивает смок. Не может найти фрага. Пока что Na'Vi в меньшинстве. И просто команда G2 начинает агрессию проявлять под точкой B. Здесь битак заходит Фукси, который подставляется ему под ухо. И мы очень хорошо отыгрываем вместе с Желем в паре. Клоба заспотана. Моноси вместе с Ника будет отыгрывать под точкой B. В плане экономики Ника какой поинт? Неужели может вырубить здесь Вандерфула? С одной Вандерфул выходит. Не попадает Ника. Зато у Моноси с Аимом все адекватно. Но снайперскую заучную дуэль Вандерфул выигрывает шестой раунд для нас. Неужели опять будет ситуация, где Алексиби найдет килл. И выиграет дуэль капитанов. Но есть Ника в мэйне. Который уничтожает имя. И G2 тут же разворачивается на A-side. Вандерфул не убивает никому Алексиби. Влетает сквозь смоки. И вот так же контрят G2. Что делают на этой улице? Бит все-таки находит два размена на его. Контрит Моноси. И он остается один в один против Джиэля. Итак, молодое ударование против Джиэля. Очень жесткая дуэль. Возможно, сейчас нам предстоит здесь увидеть. Моноси под девяткой. Джиэль также в этой же позиции находится. Илья Моноси. Не читает Джиэля. И это седьмой раунд для команды Нави. Это же повторение пока что Анубиса. Где казалось бы все хорошо у команды G2. Но Нави берут раунд за раундом. Каких-то клатчах Укси просочился. Сквозь сквик. Его здесь не ожидал увидеть Алексиби. Вандерфул на смещение. Его также поймали. И кажется, это всех раунд для G2. Ведь остается последний бит. И такой клатч поточить будет уже слишком сложно. Бит последний. На девятке будет отыгрывать до конца. И по всей видимости, если не дойдет здесь никакого фрага, пойдет на сейв. Не смогли они загемблить, угадать. С выгодом игроков команды G2. Ника уже переслеживает вита. Находит антрефраг для своего коллектива. Ну и Нави должны отправляться на сейв. А там и Вандерфул чуть не подставился. Вот жесткий аим Ника. На этой карте он неплох. 14 на 9 статистика. Второй фраг-лидер после Моноси. И вот как раз Илья Осипов сейчас будет отыгрывать на аутсайде. Есть фраг от него по GL. Есть еще второй жесткий фраг от него. Алексиби на разменчике здесь действует. Но Некса весь раунд контролировал поджим аутсайда в Сикрет. И Вандерфул последний. В ангаре будет пытаться найти какие-то экзит-фраги. Но Хантер ставит точку в этом раунде. Еще становится 7-11. Алексиби просто аккуратно собирает информацию по улице. И такой раунд G2 уже проигрывали. В прошлой встрече этих команды Алексиби еще килл на аутсайде нашел. Его правда взрывают, но тем не менее. Решил репикнуть аутсайд. Не получилось. Хаешка была быстрее него. И Некса еще подловил GL на аппленте. Вандерфул смены отыгрывать. Ну и по всей видимости будет пытаться выбить нуле Некса. Который к этому поджиму должен быть готов. При этом еще и Монеси на крыше здесь стоит. И готов хлоповать к тому тиммейту. Есть фраг от него. Молотов туда же откидывается. А вот и Вандерфул заспотал. Ну и последний бит так же падает от рук Ильи Монеси. Тайминг был у Кучи, но он сместился по крайней мере за серый ящик, где уже его жмут с двух сторон. Нужно ловить капитану команды Na'Vi шикарные тайминги. Либо поймают его самого Ника вантап. Хукси врубает Джейля на другой части карты Алексиби. Тайминги тоже подводят капитана команды Na'Vi. Только имя и Вандерфул могут в этом раунде что-то изменить. Вот здесь Хукси отпускает радио, на котором есть уже Вандерфул, который будет поджимать и заходить в спину. И самый хороший тайминг для Хукси, посмотри. Начинает Вандерфул действовать. Есть фраг от него. Есть еще и Некса в сквиках. 2 в 4. Выиграть такое очень будет сложно. Има падает. Вандерфул последний. 1 в 4. Некса ставит точку. 13-7 за командой G2. Выигрывает пик своего оппонента. Команду Na'Vi. А бинрейт не самый положительный. А конкретно за последнее время одолели они команду Кои. Проиграли Фейскланд. Клудная. В общем, 7-1 коллективом они проиграли на этой карте Эншент. Но наигрыш какой-то имеется. И по всей видимости, вектор атаки будет двигаться по точку B. У нас есть Моноси. Первым номером он здесь начинает действовать. Заходит по точку B. Есть фраг от него уже поима. Здесь Макак просто терялся. Как-то Вандерфул Моноси так-то с ворота увольняет. И его Алексей Биза с Маками. Здесь очень сложно будет ретейкнуть такую ситуацию. 2 в 4. Бэн сейчас будет установлен. Да, джиду просто звери на пистолетках. Если на Ануби 7 немного в пистолетных сериях не везло, то тут они смотрятся великолепно. Вторую карту подряд. Бит вместе с Алексей. В попытке ретейка. Но, кстати, оппозицию Ника убить довольно-таки просто. Да, бит с ней справляется. 2 в 3. Стало чуть-чуть полегче. Но не сильно. Потому что киты отсутствуют. Надо дергать бомбу. Расправляться с Хантером. А Алексей попадает и здесь. А дальше провикует прямиком на капитана команды НАВИ. Один хедшот отделяет его от дефьюза бомбы. Но время тает его точно уже будет недостаточно. Да, Алексей Би один в один против Монесси. И подожди, что вообще? Просто засейвят Девайс или что там происходит? Монесси на нож пытается дефибить. Алексей Би, что зовут? Убивают его. По нему уже собрались. Действует Ника. Жесткий хедшот от него. И по-второму не получается доработать. Но Монесси на размине действует. БП отскрыт. Монесси откидывает молотов в темную. Есть Хукси, который будет отыгрывать люркером. Прочитает ли здесь от своего момента и есть фраг. Очередная капитанская туйя. Точно не смогут. Скорее всего мы увидим экономически от двух вэпонов. Но такое можно реализовывать более чем. Если их засейвить. Хукси на ОХП. Расправляется с Вандерфлом. А тут и Хантер может подключить режим Охотника и найти Има. Если выбить из него М-ку, то там даже какого-то одного вэпона может не получиться. Да, по нему есть информация. Да, он будет пытаться съевить на центре карты. Тайминги не самые лучшие для него. Или же... Да, Има. И после этого будет ли пикать? Ну, по-хорошему отойти бы ему. Ибо там любой прострел он погибнет. Умирает пока Алексей Би. Ника прощупывает Б-флэт. И делает это весьма дерзко. Джиэль. Есть три головы. Это трипл килл суммарно. Джиэль. Неужели еще и Хукси похоронит? Но тут уже мишот. Однако он выиграл очень много времени для своей команды. Выбил бомбу. И тут нами уже втроем. Эту пачку оппонентам не готовы отдавать. Да, при этом отдают девайсы. У Джиэля также есть автомат Калашникова. И очень важно сейчас Хантер убивает Има. Очень хорошо здесь проверяет. Тайминги, тайминги Джиэль. Квадро килл уже. И неужели это будет буртейше? Команда Г-2 выходит на точку А здесь Има. В позиции довольно дефолтной. Перестреливает лошадность. И спреем уничтожает еще и Ника. И остается только бить в дефолтной подсадке. И вот тут же щит в спину. И это паритет поживой силе и, возможно, установленный бленд. Да, нави будут пытаться здесь сделать ретейк базы. А получится ли это сделать, узнаем прямо сейчас. Алексей Би, кстати, будет отыгрывать с мейна. И Некса здесь явно не ждет этой позиции. Ну и, по всей видимости, будет играть первым номером. Вандерфул здесь не должен спешить. Не должен подставляться. Алексей Би не успевает даже ничего сделать. Вандерфулу есть фраг по Нексе. Ну и здесь Алексей Би будет отыгрывать ключевую роль. Потому что Хантер явно не ожидает здесь увидеть Люркера. Со стороны амейна. Может перестрелять Сити. Джиэль уничтожает его. Время тает Хукси. Уничтожает Вандерфулу. И хатшот от Джиэля. Занял упорную позицию. Понимает, что если Г2 будут разворачиваться на точку А, ну им там точно не сдобаровать. А на Б у нас и так укрепление. В котором начинает работать Вандерфул. Первое убийство. И Джиэль идет на праджим. Некса. Каждый не ожидает данного плэ. Джиэль. Вот такая закупка с теками смотрится даже мощнее, если выйти на клоус дистанция. Нави отдают больше и ставят. Будут играть с дальних позиций. Этого достаточно Джиэль. Харони двоих. Подключается бит с периферии. Ну и здесь Джиэль, кстати, даже шестью пулями остается в агрессивном поинте. Идет стреляться дальше. Бальше хоронит Хукси. Приключается на дикл. Какая бешеная стрельба. Моноси отвечает, но с Алексей справиться не получается. 7-3. Сейчас уже лежит смок. И оппонента также выцелить не получится. И среди Ника. Но Ника вырубает здесь Джиэль. 17-й килл уже. Не самое дефолтное его местное положение. А вот Хантер находит Алексей Би, который находился на бусте из Джиэль. Повинчатый за файером. Здесь его должен ждать Хантер. Есть брак и третий. И выход на пазу Бэмл неносный. Имеется, правда, игрок на КТ. Это Име. Но бомбу уже заносят в плей-энд. У него имеется как-то не молотого, чтобы поделать установку бомбы. Но поздновато он им воспользовался. Его вырубают дабл пиком. В живых только Вандерфул со стороны команды Нави. И я думаю, что снайпер команда рожденок побеждать. Должен здесь больше сейвить. Ну, либо выбивать что-то. Я не знаю. Денег-то море. Уничтожает Фукси. И далее два оппонента будут ждать его на девяти. Да, вот здесь Моноси вроде как готов его ловить. Посмотри, сколько урона наносится снайперской винтовке. Что это было? Непонятно. Команда G2 готова ретейкать мидл через небольшую плаузу. Света шумовые полетели. Им даже в блате толком не было. Алексей Би уничтожил еще и Хантера. Шикарный сетап от команды Нави. С двух сторон законтрили вылазку в центр. И G2 уже в тотальном меньшинстве. И ов, как не хочется отправляться на 4-8. Джей Ли в агрессии. А не ошибка ли это? Ника! Джей Ли опять его контрит. Движит до конца. Алексей Би. Достаточно дефолтный в своей позиции. Против Моноси здесь не... Алексей Би отвечает очень жестко по Моноси. Не успел он сделать фас-зум. И Некса последний. А на раунд 5-0 мы таких с тобой видели. Причем 2-3 раунда точно. Но на самом деле Хантер может очень неплохие тайминги словить. Всю инфу собрал. Всю инфу собрал. Увидел Имма, который движется в сторону Банана. Фукси тем временем откидывает смок в кейв. И Хантер отличная позиция от него. Имма Е в первый брак. Второй раскрутился. Хорошая. Темную полетел. Флэш-энтри полетела. Для игроков, выходящих с Киева, Алексей Би. Флэнт будет поставлен. И тут хорошая флэшка. Моноси залетает в хвост и убивает двух игроков. Успел. Атаки. Успел поставить бомбу. Эй, еще и две головы здесь сносят. Нет, ну у него просто залетает все. Илья Моноси на приемке. Собрал формацию. Есть Алексей Би. Вандерфул. Пристреливает Ильо. Флэнт будет поставлен. И как будто бы здесь ретейкнуть будет очень сложно. Есть еще игрок на центре карты. Чуть-чуть пониже. И возможно получилось бы здесь прошить плент. Прошить смок. Но Има ставит точку по Хантеру на центре. И Некси вместе с Ника приходится отправляться в следующий раунд и сэвить свои девайсы. Сейчас у нас летит смок на центр карты. Моноси здесь сразу Тунат отпрыгивает. Хаешка ему навстречу полетела. И флэшечка. Отлично. Абита залетает. Има здесь есть враг. Некси вместе с товарищем на разменчике действует. У Бита здесь постребить немножко не пошло. Но ребята смогли отойти. Ну хотя бы какой-то размен Джету дали. Обидная смерть для Моноси. Но флэшка была шедевральная. Кухси на сборе инфы. Вандерфул. Контрит капитана команды G2. Но на Б. Главное сейчас ретейкнуть и выбить. И Ника в целом догадывается, что здесь есть игрок атаки. Отличный фраг от Ника. Увидел? Увидел, кажется, Ника? А я не уверен. Нет. Походу не увидел. Но в любом случае они убили игрока в миде. Это дает опцию Некса перетянуться в храм. Сыграть с темпла. И отсюда можно дать какие-то киллы. Возможно даже словить тайминг и выбить бомбу. Посмотрим, что будут делать Нави. Пачку заносят. Один игрок скорее всего пойдет отыгрывать агрессивно КТ. Ну и Некса пока не шумит. Выпрыгивать на раннем тайминге не стал. Но сейчас его уже контролят. Видели локоток. Легкий килл для Вандерфул. Но и отбита отменная позиция, которую не пройти. Понимая это, G2 уходит на сейв. Отдавая Нави 10-й раунд. А потенциальный 11-й. Ну не все ожидали так точно. А если победят? Ух, ну вначале надо раунд этот взять. Тут Хантер. Подная позиция. 5-7 лишь на один килл удалось раструтить. Далее Некса. Прочитал его здесь бит. И совсем чуть-чуть дэмэджа не хватило, чтобы убить игрока атаки. Хукзи будет байтить до себя. Но так получилось, что вышли в ряд. Ника остался битым. Джейль. Но тут хотя бы Ника выиграл против него дуэль. Самый неприятный, наверное, соперник для Ника на этой мапе. Сколько раз в джейль непосредственно. И сейчас один девайс на этой мапе победы. По сути. Вот выигрываешь следующий. Все, там экономики не будет у Джетуи. Никак сигнатурный калаш ему не достанется. У Моноси появляется АВП. Дропнули тиммейт. И этот АВИК тут же находит опенкил. Это то, что спасало команды Джетуи на Анубисе и на Нюке. Илья плюс АВИК опенфраги дает на постоянной основе. Далее Нави пытаются мгновенно разменяться под Б. Выйти на контакт. Нам такой Джетут за атаку показали очень часто. Светошумовая полетела. Ника в очень опасной ситуации перестреливает Эки Джиэля. Вот она выигранная дуэль. И вот доджит его. Идут все в направлении ритейка. И здесь Бит в спину. Прочитает ли это Хантер. Никто не смотрит Бит. Но дает лишь один минус в стате. Однако тут будет Молик на постплайн ситуации от Алекси Би. Готовит он эту зажигалочку. Она полетела. А чем будем тушить? А тушить нечем, друзья. И похоже бомба не будет раздифьюжена. Или успеет. Или успеет. Некса садится на дифьюз. Парусь. Последняя секунда. И первая. Шестой раунд для Джетут. Если опять станут находить эти эндри-фраги. Появляются у них два трофейных клаша. Один из них уже пал. Но Некса сумела разменять своего тиммейта. Далее Аркада под базу Б. Очки от другой под ним. И на самом деле промазали смоком. Это тоже важно. Будут пониться за дополнительную позицию. А тут с Алекси Би должны расправляться на изи. Ника летит в Молик. Хочет отыгрывать Сити. Оставляя своего тиммейта одного в кейве. Уже большинство для команды Джетуту. Света шумовая полетела. Все в бланде. Ника. Куча дэмэджа, но не единого киломона. И плохой тайминг бит. Уничтожает его. И только Некса может изменить ход этого раунда. Нави играют вместе. Идут вдвоем прожимать светлую. Некса вроде бы читает. Но отводит свой прицел именно в момент выхода. Господи, что за тайминги сейчас для Некса. Проходит он до конца в плент. Есть у него смок. Откидывает он его на бомбу. И как будто не читает. Не доходится два игрока. Атаки. Джейль ставит точку в этом раунде. Моноси явно не ожидал поджима светлой. И это матч-поинт. Это команду, которой не все так хорошо получалось в последнее время. Но сейчас они вжадят того, чтобы совершить историю. Подожди. Тут еще банан. Ребята решили выбить. Здесь Алексей Би просто на голову врывается. Фукси его сразу здесь принимает за контролем. Джейль красный. 37% здоровья подбирают они трофейный девайс. Автомат Калашникова у Ника на все 100%. Смок. Но он в полупозиции. Можно его поймать. И мы биты. Расправляется Фукси с ним. А вот с Вандерфолм справиться уже не получается. И тут Некса не самый лучший поэт. Но имеется тиммейт. На подстраховке. За дефолтом Некса. Открывается первый. Далее дорабатывает Хантер. И расправляется с битом. Седьмой раунд для команды G2. Лопается экономику Нави. Фукси в упоре. Под флешку врываются. Хорошая флешка. Здесь могут затыкать Фукси. Но Ника с Хантером здесь справляются. Хорошо на разменчике действует. Дыма убивает его. И, ну да, потеряли два девайса. Но главное, что полностью нейтрализовали своих оппонентов. Если он урон Хаешкой, Ника должен подозревать, что есть игрок атаки. Который уже там вышел. Моноси. Есть фраг по Име. Очень жесткий фликшот вешает. Своему оппоненту на центре карты. Джельте временем просто газует до конца. В Киеве пытаются найти какие-либо фраги размены. Ника сейчас по оппозиции доходится. Смог скоро будет развеиваться. Убили. Прострелили Хантера в голову. Да ладно. Сквозь текстуру. И Ника чуть ли не один. Здесь находится команда слишком далеко. Но Моноси успевает переговорить Вантерфлан. Подключается Хукси. Моноси. Миншот очень обидный. Но тут же переключается. Уже трипл килл от Ильи. Ситуация один в один. Моноси. Десятный раунд забирает из своего коллектива. Какой же бешеный хайлайт он выдает. Если бы не он. Сейчас экономически далее будет девайсный. Попытка быстро взлететь под Б базу. Хукси контролирует все это дело. Наказывает далее Ксеника. Светлый. Умирает, кстати говоря. Но тут Хантера на прикрытии. Он, конечно, Хукси очень сильно помогает. Ребята вообще подставляются. Посмотри, Бит на бегу просто убивает Хантера. При этом Хукси половинчатый. Будет его до конца здесь давить. Выигрывает дуэль против Вантерфу. А Бит не может до конца поставить плент. Молик горел. Хаешка туда-то прилетает. Еще и Хукси нашивает Бита. Последний имя, который пытался здесь админировать роль Люркера. Но его здесь уже ждет Некса. И ставит точку в этом раунде. Но, скорее всего, это будет... Да, агрессия на банане. Прямо сейчас Моноси зажимает смок в дверь. Возможно, полетит флешка. Пострелили. Убили. Ника тоже погибает. И Моноси. Единственный, кто может справиться. Но он не попадает по выходящему игроку. Еще один мешот Илья. Убивает своего оппонента, но мгновенно падает. Ситуация 2 в 4. Для команды G2. Еще и ГАС Смаки, который приносит Алик Сиби дополнительный гейл. И Некса последний. 1 в 4 ситуация. Потащить такой клатч просто нереально сложно. Плен стоит. Время играет явно не на тебя. И здесь ставит точку ванду. И Некса нави. Некса нави выходит в финал ПГ Мейджор 2024 в Копенгагене. Ребята, ну команда НАТО Свинцера. Какая титаническая работа была проделана.